стоило мне снять видео про аквилегии сразу посыпались куча вопросов по поводу того они наверное будут маленькие семян выращиваешь она вот все такое масюсенькое как его вот все это сажать и на следующий год будет маленький куст вы все врете что они на следующий год уже будут свести и все такое но сразу хочу сказать тем кто говорит вы все врете это как бы ну тут вопрос доверия просто-напросто я не знаю зачем мне как бы врать все это придумывать ну и всем остальным сейчас покажу просто как есть у меня но опять если вы не поверите в то что это растение в прошлом году были выращенные семян это как бы но тоже вопрос доверия ко мне но я покажу как у меня есть вот смотрите вот эта аквилегия это аквилегия этого года то есть в этом году я ее посеяла семенами вот вот она вот такая я ее высадила сейчас смотрим кусты прошлогодний вот в прошлом году выращивала из семян вот она цветет пожалуйста вот цветет вот тоже вот вот она цветет здесь ни один кустик здесь наверное или три или четыре разных и скорее всего даже они будут разного цвета короче говоря три или четыре вот таких кустика которые сейчас я показала в прошлом году я сюда посадила то есть в прошлом году прошлой весной я их выращивала из семян сейчас еще покажу прошлогодний снимаю даже вот не буду даже монтировать чтобы вы потом не сказали что я тут все намонтировала чего-то там подстроила вот смотрите еще один куст ну сколько здесь сантиметров 25 наверное но с цветоносами побольше вот цветет пожалуйста беленькая аквилегия цветет то же самое вот таким же малюсеньким кустиком высадила в прошлом году весной также вот в мае еще один прошлогодний вот пожалуйста то же самое сантиметров 25 но с цветоносами чуть больше смотрите какая прелесть какая прелесть здесь два кустика 2 вот это вот которая беленькая здесь один куст один и он очень так хорошо разросся вот пожалуйста вот это аквилегия растет буквально прям на солнце целый день вот это белая также растет на солнце весь день и даже передыха нету бедненькой то есть все время солнца вот это которую показывала вот эту вот вот видите сейчас она немножко в тенечке с утра после обеда будет здесь солнце вот еще у меня есть аквилегия сейчас покажу тоже прошлогодние но здесь она как-то мне кажется плоховато растет вот долго она как-то только сейчас вот буквально у нее разросся кустик осенью была совсем прям плохенькая не знаю может быть земля здесь какая-то не такая ли что тоже вот пожалуйста собирается цвести вот тот куст который я показывала цветущий большой что же его покажу во первых ему уже много лет вот этот куст который вот упал у меня я говорила вам да после дождя он огромнейший куст конечно но ему и много лет много лет это первое и второе то что он растет в получении то есть с утра у него тень за теплицей здесь вот до солнца то есть идет вот так и потом вот здесь вот она будет уже после обеда где-то даже после двух вот и закатное солнце здесь что хочу сказать аквилегия вот в тени вот она растет до в полутени и здесь вкус будет больше она все-таки любит больше так полутень мне так кажется куст больше цветов больше и я думаю мне кажется ей больше нравится полутень на солнце но вот посмотрим как будут себя вести все вот эти вода которые я казала и посмотрим как вот это вот здесь будет здесь тоже солнце круглый день посмотрим как она себя будет чувствовать но собственно вот смотрите показала как есть у меня может быть кто-то может похвастаться более хорошим результатом пожалуйста похвастайтесь мне абсолютно не жалко у меня уже как бы есть как есть из семян я начала выращивать сравнительно недавно как вы видите да в основном это кустики прошлого года именно в прошлом году как-то я так заметила что можно ее очень легко выращивать из семян до этого у меня было всего два куста это вот этот вот большой который сейчас показывала еще один тоже уже большой взрослый куст желтая аквилегия тоже на прошлом видео у меня есть про коллеги вот остальные вот все в основном прошлого года причем если вы возьмете простую обыкновенную аквилегию и у нее самый такой простой цветочек она вообще очень легко выращивается да какие-то аквилегии там венки махровые или еще что-то может быть им потребуется какая-то стратификации или что-то подобное но в основном большинстве своем секвилегию я выращиваю без стратификации без каких-либо как сейчас модно говорить танцев с бубнами и все прекрасно получается но кстати и венки махровую в этом году я посадил вот это вот наверное как раз она вот эта маленькая которая первая я показывала по-моему это вот как раз она но посмотрим что будет с ними на следующий год как они будут себя вести как будут вести и я надеюсь что все будет удачно